Добрый день, дорогие мои друзья! Подписывайтесь на канал Психолог Советует на YouTube, YouTube, Я из ВКонтакте, в Одноклассниках, Telegram. Постарайтесь подписаться на все возможные платформы по причине блокировки как самих платформ, так и авторов каналов. Я вижу по аналитике своего канала, что мой канал смотрит 97% людей без подписки. Еще раз прошу вас, подпишитесь, для вас это бесплатно, не все для вас, никакие риски ни к чему не обязывает. А вот из-за количества подписчиков канал смогут смотреть больше количества людей, возможно, кому-то нужна моя помощь, и так человеку легче будет найти мой канал. А если вы подписались, то вам будут приходить уведомления о новых видео, вышедших на канале. Итак, тема сегодняшнего видео – выйти из токсичных отношений. Бывает, что общаясь с некоторыми людьми, ты начинаешь чувствовать сильный дискомфорт. Кажется, они постоянно пытаются унизить тебя, подчеркивают твои слабости, недостатки, неудачи, разжигают на пустом месте конфликт. В роли этих людей могут быть родители, супруги, друзья. Токсичные отношения, которые эти люди выстраивают, наносят вред семье, чувствам. Признаки токсичных отношений. Один из партнеров всегда виноват. Даже если ты сделала все, что от тебя зависит, твой партнер найдет, в чем тебя обвинить, укажет на мельчайшие недостатки. Если вы заметили, что партнер начал медленно подминать под себя все аспекты вашей жизни, начиная от того, как часто вам следует видеться с друзьями и заканчивая тем, куда идти на обед, знайте, вами управляют. Если у вашего партнера случаются вспышки гнева, после которых он говорит вам, как сильно он вас любит и нуждается в вас, вами пытаются управлять с помощью эмоций. Если вы уже пытались положить конец этим отношениям и вам угрожали насилием или даже суицидом, вами манипулируют. Если ваш партнер чрезвычайно ревнив и приходит в бешенство, когда вы проводите время со своими друзьями, особенно противоположного пола и всячески мешает вам общаться с другими людьми, то вами управляют. Если ваш партнер унижает вас прилюдно, перед родственниками и друзьями в частности, не разрешает вам громко говорить и гневно смотрит на вас с целью заставить замолчать, то вами управляют. Если вы проводите все время с партнером, потому что боитесь его реакции на иное, то вами манипулируют. Если вас заставляют делать то, что вы не хотите делать, особенно это касается действий сексуального характера, то вами управляют. Если все ваши мысли только о том, чтобы сделать партнеру приятной, причем любой ценой, одумайтесь, ведь вами управляют. Если ваш партнер намекает, что это единственное отношение, которое возможно у вас, или что у вас больше никто не полюбит, вами манипулируют. Отсутствует взаимная поддержка. Вероятно, ты со своей стороны готова поддержать человека в любых обстоятельствах, но на ответную помощь не рассчитывай. Точно так же и с любовью. Ты используешь слова, действия, чтобы рассказать о ней. В ответ получаешь сарказм, иронию. Постоянно возникает риск конфликта. Проблемы появляются на пустом месте. Ты начинаешь бессознательно их ждать, бояться. Иногда конфликт сопровождается вербальным или физическим насилием. Часто слышишь, что твой партнер лучше тебя, например, твой муж более экономный, и потому за финансы в семье будет отвечать он. Он так решил. Твоя мама лучше разбирается во взаимоотношениях, поэтому готова полностью контролировать твой брак. Можно перечислить 20-40 признаков токсичных отношений. Если ты видишь, что хотя бы 4 из вышеперечисленных подходят для описания твоих взаимоотношений с мамой или мужем, возможно, ты жертва ядовитого партнера. Хуже всего в токсичных отношениях то, что часто они развиваются между близкими людьми. И если на коллег или начальника можно не обращать внимания, исключить их из круга общения, сменив работу, то родители, муж – часть твоей жизни. Контролируй свои мысли и чувства. Токсичный человек использует твои эмоции, чувства, слабые черты для манипулирования. Заведи дневник. Фиксируй в нем каждый случай, когда тебе было плохо. Напишите все, что вам так нравилось делать до отношений и что сейчас вам делать нельзя. Например, проводить время с друзьями или просто часами прогуливаться в одиночку. Говори. Не закрывайся от партнера, родителей, детей. Разговаривай с ними о проблемах, в которых они были неправы. Объясняй, что тебе больно. Показывай причины боли. Рассказывай последствия. Если твой партнер не хочет быть с тобой, отношения так или иначе придут к отцу. С родителями, детьми нужно искать контакт, мягко их менять. Вы должны быть кратки, доходчивы и неопровержимо убедительны. Не верьте обещаниям исправиться и измениться. Очерти личные границы. Донеси до близких, что есть границы, за которыми находится только твой мир. Любая попытка вмешаться в твою жизнь за этими границами будет наталкиваться на слово «нет». Ты сможешь изменить планы, помочь только в чрезвычайных ситуациях. Границей может быть компьютер, телефон, дневник. В них ты сохраняешь свою частную информацию, с которой не хочешь делиться с другими. Не стесняйся использовать помощь. Столкнувшись с проблемами во взаимоотношениях, из которых не можешь найти выход, обращайся за помощью. Если есть очень близкие люди, которым ты действительно можешь доверять, попробуй обсудить проблемы с ними. Можешь попросить друзей помочь. Порой они замечают то, о чем даже ты не подозревала. Они наверняка назовут вам немало достойных причин положить конец этим манипуляциям в отношениях. Убедись, что не хочешь быть жертвой. Часто люди, которые оказываются в токсичных отношениях, бессознательно играют роль жертвы. Ищут удобные для страданий ситуации. Возможно, еще в детстве они привыкли чувствовать себя виноватыми, вызывать на себя гнев, становиться объектом усмешек. Они не научились доверять родителям, друзьям. Часто ими управляют мазохистские мотивы. Ограничь контакты, если ни один из способов не помогает ограничь контакты с токсичным человеком полностью. Возможно, какое-то время тебе нужно будет пожить одной, лишь изредка, общаясь с партнером и родителями. В крайне сложных случаях выходом будет развод, отдельное проживание. Вы должны быть кратки, доходчивы и неопровержимы. Убедительны. Не верьте обещаниям исправиться и измениться. Не нужно приводить миллионы причин для объяснения своего ухода. Это лишь все усложнит. Нет смысла обвинять. Это лишь сделает вашего партнера еще более эмоционально нестабильным. Спокойствие и только спокойствие. Не кричите, не плачьте, не топайте ногами. Просто поставьте человека перед фактом. Даже если это больно и непросто. Проявите эмоции. Дадите шанс вашему партнеру снова сыграть на эмоциях и манипулировать вами. Поэтому, если ваш партнер в известной степени жесток или его возможная реакция действительно пугает вас, объявите о разрыве в людном месте или там, где вы будете в безопасности. Если необходимо, возьмите с собой друга. Пусть даже вы и решили порвать отношения, вы должны действовать быстро. Выберите подходящий момент. Не стоит объявлять о разрыве, когда партнер пьян или переживает сложные времена. Подберите более-менее благополучный и спокойный момент. Кажется, что токсичные отношения легко распознать. Откуда же столько проблем в общении с коллегами, мужем, женой, друзьями, родственниками? Ведь можно просто оборвать все связи. К сожалению, токсичное поведение человека зачастую таковым не считается. И мы годами живем, не замечая, что же именно разрушает отношения, которые сначала казались идеальными. Фраза «токсичное поведение» чаще звучит в контексте отношений между мужчиной и женщиной. Но на самом деле столкнуться с человеком, который будет медленно, но верно отравлять вашу жизнь можно где угодно и когда угодно. Однако у токсичных отношений есть общие признаки. Неважно, о ком идет речь, о друзьях, родителях или супругах. Можно долгое время оправдать странное поведение близкого, надеясь, что он исправится, будет готов к мирному диалогу и конструктивному разрешению проблем. Люди, состоящие в токсичных отношениях, практически всегда страдают заниженной самооценкой и рано или поздно полностью теряют веру в себя. Партнер сознательно или бессознательно выстраивает взаимодействие таким образом, чтобы взять полный контроль над ситуацией. И даже если избавиться от токсичных отношений, уверенность в себе и желание получать удовольствие от каждого прошлого дня вернутся еще не скоро. Потеря целостности личности может привести к сильной зависимости от токсичного человека. Это делает практически невозможным самостоятельный выход из токсичных отношений. Наконец, психические расстройства. Люди, длительное время пребывающие в токсичных отношениях, зачастую страдают психическими расстройствами, депрессией, неврозами, паническими атаками. Многие люди, даже осознавая, какой эмоциональный дискомфорт приносит связь с партнером, не предпринимают попыток хоть что-то сделать, чтобы выйти из токсичных отношений. Это страх одиночества, вина, стыд. Те чувства, которые, скорее всего, за долгие годы развил в своей жертве манипулятор. Из токсичных отношений надо бежать. В этом убеждена я и многие психологи в том числе. Из токсичных отношений с другом, мужем, женой, родителями выходить сложно. Из токсичных отношений с мужем, женой явно проявляются, перестань искать оправдание поведению близкого человека и не жди от него раскаяния. Многие думают, что, разорвав нездоровую связь, они потеряют важное. Ты ничего не потеряешь, а даешь себе шанс жить счастливо. Начни заботиться о себе. В токсичных отношениях ты привыкла думать о другом человеке, но теперь должно быть иначе. Напоминайте себе, что все будет хорошо и вы справитесь. Проводите время с любимыми людьми. Полезно какое-то время после разрыва побыть в одиночестве, все обдумать, но и становиться отшельником тоже не стоит. Вместо этого встречайтесь с друзьями, родными, проводите время с ними. Займитесь делом, старайтесь не сидеть дома. Распланируйте неделю наперед и старайтесь придерживаться плана. Понимание придет со временем. Избавиться от чувства вины и стыда, которые за долгие годы успел навязать тебе токсичный человек, это долго. Но это важно сделать, чтобы наладить жизнь и помириться с собственным «я». Проанализируй опыт токсичных отношений. Прости себя за когда-то совершенные ошибки и проявленную слабость, за то, что потеряла столько времени. Не жалей себя. Постарайся не испытывать сочувствие к человеку, которого оставила. Окружи себя позитивными людьми. Общайся, знакомься, акцентируй внимание в близком окружении только на позитиве. Наученный горьким опытом, теперь ты сразу увидишь токсичного человека и не завяжешь с ним отношения. На этом я закончу данную тему видео. Спасибо всем, кто смотрел мое видео, ставил лайки. С вами я, семейный психолог Светлана Леонидовна. Подписывайтесь на канал «Психолог советует». До новых встреч, дорогие мои друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok